Пока тысячи казахстанцев мечтают о жилье, в Актубе простаивают бесхозная двухкомнатная квартира. Жилплощадь уже облюбовали бомжи и бывшие заключенные. Такому соседству другие жильцы не рады. Они жалуются на пьяные посиделки и антисанитарию. Куда смотрят власти, выясняла Эльмира Иржанова. Стоит квартира бесхозная, пять лет мучаемся, бичи, алкаши, наркоманы. Все сюда приходят, кому не лень. Пенсионерка Торжан Жатегерова едва сдерживает слезы. Она, как и другие жильцы этого подъезда, устала от постоянных пьяных посиделок и драк непрошенных соседей сверху. Кто обитает в двухкомнатной квартире под номером 73, непонятно. Раньше там жила Лидия Дедикова с двумя взрослыми сыновьями. Уже давно знаю бабушку, знаю мать. Они тоже издевались на дне бедной. Бичи здесь находятся. Без определенного места мужчины, которые освободились. Все здесь. Четыре года назад старушка умерла. Квартира перешла по наследству ее младшему сыну Евгению. Но и он умер от туберкулеза два года назад. Единственным владельцем жилья стал старший сын Лидии, но он в тюрьме. Данная квартира у нас бесхозная. Сообщение 24 февраля мы направили в городской Акимат, в местный исполнительный орган, для принятия мер, о том, что эта квартира является бесхозной. Однако мер со стороны Акимата принято не было. А ведь только в октябре в очереди за жильем стоят около 20 тысяч человек. О том, что соседи бесхозной квартиры воюют с бомжами не первый год, председатель КСК «Назар-3» Мурат Табынбаев, оказалось, не знал. По этому адресу до прошлого месяца жалоб не было. Как жалоба поступила, мы сразу же отреагировали. А сегодня, помимо всего прочего, сегодня еще написали письмо в Акимат с просьбой определить статус этой квартиры. Жилплощадь, которую квартиры сейчас назвать сложно, за несколько лет неизвестной превратили в мусорную свалку. Санузел не работает, нужду справляют прямо на пол. Что странно, электричество и отопление в квартире есть. Даже за долги не отключают. Эльмира Яжанова, Слухамбекенов, Инфорум-бюро, Октябрьская область.